Перед озвучиванием порядка я бы хотела уточнить, что это называется. Это нормативно-правовый акт, который принимается для того, чтобы мы осуществляли нашу программу, реализовывали программу поддержки местных муниципалитетов. В декабре месяце мы ряд нормативно-правовых актов принимали совместно с депутатским корпусом, но еще сейчас один вот этот порядок должен быть принят. Я хочу еще раз сказать, что два проекта из трех, поданных на конкурс, Краевая комиссия поддержала. У нас два учреждения культуры выиграли данный конкурс. Это учреждение Культурный особый центр юбилейный и Городской дворец культуры. Поэтому сейчас по условиям этого конкурса идет сбор средств от населения, от предприятий и организаций города для того, чтобы поддержать данные проекты. Это условия конкурса. Но если останется сумма, которая будет, скажем, излишняя, для того, чтобы ее возвратить, нам нужен определенный порядок, благодаря которому мы сможем это сделать. С которым я сегодня хочу вас познакомить общее положение. Настоящий порядок разработан в соответствии с федеральным законом 131. Понятия, используемые в настоящем порядке, принимаются в значениях предусмотренных федеральным законом 131, общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. В случае, если инициативный проект не был реализован, либо в случае наличия остаток, о чем я уже говорила, инициативных платежей по итогам реализации инициативного проекта и неиспользованных в целях реализации инициативного проекта, платежи подлежат возврату инициатора проекта, осуществляющим их перечисление в бюджет города Назарова. Приводится формула, по которой будет рассчитывана в течение 30 рабочих дней со дня окончания срока реализации инициативного проекта нашей централизованной бухгалтерии. Она произведет расчет суммы платежей, подлежащим возврату. Администратор, соответствующий доходам в бюджет города Назарского края, и направляет инициатор нереализованного проекта уведомления о возврате инициативных платежей, подлежащих возврату. У уведомлений должны содержаться сведения о сумме, подлежащих возврату. Там в приложении указано, каким заявлением.